Друзья, приветствую всех на медиаплатформе «Система». Я Александр Колодей. Сегодня подведем итоги недели и, конечно же, поговорим о предстоящих трендах. Я с удовольствием представляю гостя. Руслан Бортник, политический эксперт, директор Украинского института политики. Руслан, приветствую. Здравствуйте. Сегодня как раз записывал видео относительно реакции Запада на начавшееся контрнаступление. Ну и, я думаю, ты видел там разные оценки. И вплоть до того, что СНН написала, якобы не оправдали украинцы западные надежды. То есть мы детально разобрали в этом видео. Подписчики обязательно видят его в ближайшее время. Но как ты считаешь, откуда вообще это настроение? То есть понятно, что идет уже политическая борьба в Штатах. Но ведь это не только американцы сделали, европейцы тоже. Ну мы должны понимать, что на Западе думают, что такое наступление ведет не Зеленский и украинский, а Байден и либералы. И все, что плохо, что не выходит у Байдена и его команды, и их союзников, Зеленского и украинцев, все хорошо для их оппонентов. Понятно. Поэтому критика часто на Западе связана именно с противостоянием внутренним политическим внутри США, демократы и республиканцы. И в принципе между либералами и консерваторами в Европе, в западном мире. Мы к этому должны относиться спокойно. Кроме того, мы не исключаем всегда факты возможного российского вмешательства. Западные медиа коммерческие. Все мы прекрасно с тобой знаем их цену. Причем цену в самом точном измерении до нулей. Всегда есть возможность разместить джинсу, если это хочется. Кроме того, но это более опасно для нас. Мне показалось, что на нас пытаются переложить ответственность за дальнейший ход собертий. С этим связывают заявления Расмуса на многих других чиновников американских, которые сказали, мы вам дали 98% того, что вы хотели. Вот мы вам дали все, что вы попросили. Теперь вы не можете говорить, что вам там не хватает. Все, что вы делаете, вы за это отвечаете. Мы свои обязанности перед вами выполнили. Вот это самая опасная такая вот тренд. С этим надо, вот это стоит обсуждать. Ты знаешь, я вот тут 98 или там 99,8% уже слышу не первый раз, там военные говорят, откуда вы взяли эту цифру? То есть ее кто-то назвал там какие-то американские военные? Я даже цитировал, я даже смотрю, проверял ее. Ее назвал, во-первых, генеральный секретарь НАТО. А во-вторых, до НАТО его назвал один из ключевых действующих официальных генералов Генштаба США. Вот забыл фамилию. Я недавно в эфире себя его назвал. Вот у меня другая реакция на это. А друзья, а что вы сделали для того, чтобы это контрнаступление прошло успешно? Да, с одной стороны, вы дали оружие, вы заявляете цифры 98 или 99%. Но мы не согласны с этим. Украина говорит, что вы не дали то, что мы обещали. Правильно. Ф-16, обрати внимание, политику сообщает о том, что они прибудут только в следующем году. А все военные эксперты, с которыми я общаюсь, они в один голос говорят о том, что это минимизация потерь нашей живой силы. От 200 танков, которыми они гордятся. Максимум 200 танков, включая старые советские модели, которые они предоставили. Для сравнения, для наших зрителей, чтобы они понимали, откройте где-нибудь в Википедии страницу Курская Дуга. Ну, например. Битвы, большие битвы. И посмотрите, там в этой битве только с одной стороны 5 тысяч танков. Не 200, не 2 тысячи, а 5 тысяч. Понятно, что такого уровня поставки не могут позволить нам достигнуть коренного перелома в войне. В лучшем случае мы способны проводить локальные операции, которые мы проводим сейчас на Веремеевском выступе. Но сломать полностью противника, причем такого огромного противника с огромными ресурсами, этими ресурсами мы не можем. Ну, тогда давай, уточняю еще вопрос. Как ты считаешь, вот чем объясняется вот эта оттяжка? То есть ты уже начал об этом говорить. Мы все помним, как мы пробивали эту танковую блокаду. То есть это было долго, этот пинг-пон, мы ее не пробили до конца. Но тем не менее. То есть это можно называть дальнобойной ракетой под Хаймерс, так мы так и не пробили. ПВО, еще много удыр. Почему мы все время видим эту оттяжку? Ну, хотелось бы думать, тут здесь красивый и честный ответ. Вот красивый ответ. Хотелось бы думать, что они варят лягушку на медленном огне, и они пытаются не позволить России победить. Для того, чтобы Россия здесь истощилась, у нее возник внутренний кризис, и она сама в себе сварилась. Не допустить ситуации, при которой Россия быстро проигрывает, когда побеждает Украина, и она получает возможность и применение ядерного оружия. Условно говоря, армия проигрывает, но государство достаточно сильное, чтобы еще нас рать на кнопки. Вот эту ситуацию они пытаются избежать. Это красивый ответ. Валят лягушку Россию на медленном огне. Некрасивый ответ. Существуют какие-то договоренности. Между Россией и Западом. Между Востоком и Западом. И частью этих договоренностей является договоренности стратегической стабильности, которые ограничивают поставки, с одной стороны, в Украину вооружений, а с другой стороны, гарантируют постоянный параллельный импорт в Россию. Ну, недавно смотрели все статистику, видели, сколько всех комплектующих, любых комплектующих, на 20 миллиардов долларов поставлено с западного мира в Россию, которые используются в ракетах и танках и все остальное. Вот существуют какие-то договоренности. Возможно, они касаются, например, не распространения российского ядерного оружия, в Венесуэлу, Виран, на Кубу, куда-то еще. Возможно, они еще чего-то касаются. Чего-то они касаются. Возможно, это какая-то игра, которая не позволяет полностью Россию вытолкнуть в объятия китайской панды, медведя в объятия панды вытолкнуть. Не знаю. Но похоже, что есть, ну есть, есть что-то происходит за кулисами, что постоянно приводит к тому, что нас держат на очень тонкой струйке поддержки, которая нам хватает, чтобы не проиграть войну. Ну, катастрофически не хватает, чтобы эту... Так военные с первых дней говорят о том, что да, нам поставляют, но нам это все нужно было позавчера. И это касается с первых дней, нам уже изначально давали оружие для партизанской войны. Это все видели и понимали. Понимаете, в чем опасна вот эта ситуация? В том, что единственный наш ресурс – это люди. И сегодня нехватка боеприпасов или техники ведет к быстрой потере этого ресурса. У нас больше раненых и убитых. Из-за этого мы сейчас вынуждены атаковать пехотой по многим направлениям, потому что танков нет на этом направлении или ракет нет. Что будет, если мы потеряем? Ну, мы исчерпаем этот ресурс. Мы исчерпаем, мы уже видим, какие сложности мобилизационной кампании мы наблюдаем. Что будет, если мы не сможем больше мобилизировать мотивированных людей для ведения войны? Нам тогда скажут, что мы вам дали все, что вы хотели. Дальше, ну, вы виноваты, вы неправильно использовали нашу технику, вы сделали военные ошибки. То есть, не мы виноваты, вы виноваты. Не хотелось бы. Ну, вот есть такая фраза, помнишь, что проблему никогда нельзя решить на том же уровне, на котором она возникла. То есть, ты уже начал говорить о том, что, по сути, как бы, возможно, идет какая-то закулисная игра, то есть, фактически уже с применением, возможно, каких-то других сфер влияния, большего количества участников, Китая и так далее. Вот твое мнение. Ну, потому что, давайте честно скажу, смотри, мы получили вооружение столько, столько и Россия купила приблизительно, Запада. Потому что, я почему, суммы там разные, там 113, 120, но помним доклад в Конгрессе, в котором сказали, что 20% только Украина получает, остальное идет на поусиление американских возможностей и сил. Вот отсчитай от той помощи 20% и посчитай 20 миллиардов, которые она только чипов закупила Запада. Что-то. Кстати, буквально несколько дней назад появилась информация о том, что русские нарастили производство, по-моему, тех же самых калибров. Ну, это было понятно, что они нарастят. Там 3-4 раза, рано или поздно. Не понятно, что это нарастят. И там сейчас борются две партии. Одна партия, которая настаивает на продолжение вот этой экспедиционно-колониальной войны против Украины под названием СВО. И вторая партия, вот пригожинцы, условно, которая требует великой и отечественной. Тотальной войны, концентрации всех ресурсов, умножение на ноль олегальхов, или геннонных элит, и все, войну и тотальную войну. Сейчас там две партии эти борются, но из-за того, что вот эта партия тотальной войны, отечественной войны, она становится все сильнее и сильнее, она очень пассионарна, она проливает кровь, она оказывает все больше и больше давления на Кремль. И Кремль хочет, не хочет, но вынужден постоянно встречаться с военкорами, ездить по военным заводам, увеличивать военный заказ. Аристин постоянно милитаризируется, хотя Кремль этого не хочет, этого сценария. В Кремле сидят бизнесмены. Вот, исходя из всего сказанного, как ты все-таки видишь, будет ли какое-то затишье до конца лета, о чем говорят, кстати, многие эксперты, в том числе западные, вот, или все-таки мы уже заходим 100% в следующий год? Ну, война, уже видно истощение сторон. Вот театр боевых действий, по сравнению с первой фазой войны, первых полгода, очень сузился. Сначала он сузился до Бахмута, Углидара, Кременной, сейчас до Южного фронта, с очень малыми подвижками по другим направлениям. Вот если, чтобы медиа шумят, людей очень много гибнет, причем лучших людей с нашей стороны. Но если посмотреть холодно, какие большие или хотя бы заметные населенные пункты переходили из рук в руки за последнее время? Малые села, в лучшем случае. В лучшем случае. То есть, реальных подвижек нет. И вот после завершения этого контрнаступления, или вступления в силу уже длительного сезона дождей, это вторая половина октября. В любом случае, какие-то серьезные наступательные операции, скорее всего, прекратятся, или практически прекратятся. В то же время, стороны достигнут большого истощения в этой ситуации. Сама война будет останавливаться из-за неспособности ее продолжать на внешнем уровне. Или локализироваться в очень узких бахмутах, в каких-то символических точках, где будет продолжаться сражение. Смотри, я хочу, чтобы мы отдельно обсудили вот в этих квази, как я их называю, переговорщиков, в кавычках, которые сейчас предлагают свои меры плана на перебой. Но прежде хочу спросить у тебя твое мнение по поводу ЗАЭС. Там разные точки зрения сейчас озвучиваются, вплоть до того, что может быть какая-то катастрофа. Мы, кстати, общались и с энергетиками. Они действительно считают, что Россия может устроить на станции какую-то беду, которая заставит Украину, когда она уже отвоюет всей территории, по сути, заниматься этой станцией, как Чернобыльская, не дай бог. Но вот на сегодняшний день все эти движения вокруг ЗАЭС, это шантаж или это подготовка со стороны России? Либо это подготовка, условно говоря, какой-то почвы к переговорам или каким-то движениям, что мы можем это сделать, вы должны сделать что-то другое. Ну или твоя института? ЗАЭС – это бомба замедленного действия. И, знаете, этот таймер уже запустило разрушение Каховской ГЭС. Во-первых, оно расширило окно Вавертона, во-вторых, создало кризис охлаждения. МАГАТЭ говорит, 2-3 месяца должно хватить. В дальнейшем может случиться предаварийная или аварийная ситуация. Конечно, мы не ожидаем взрывов реакторов. Это практически невозможно. Но, например, какие-то утечки радиоактивной воды или какие-то технические реакции с локальными загрязнениями, которые будут создавать огромную информационную волну, мы должны понимать, они могут возникнуть. Но по факту станцию сегодня контролирует полностью Россию. И отвечает за ситуацию, что бы там ни случилось. Даже если это прилетят рептилоиды с Марса и начнут что-то на этой станции делать, отвечает за это Россия, потому что она контролирует Россию. В глазах всего мирового сообщества, даже самых близких друзей России. На нее это ложится. Но я думаю, что этот фактор ЗАЭС будет, скорее всего, разыгран в конце контр-наступления. Или если возникнет военный кризис вокруг самой ЗАЭС. Понятно, что Каховская ГАЗ, ее подрыв, сыграл важную роль в разрушении планов украинского контр-наступления первого этапа. Потому что изначально, очевидно, эти планы предусматривали и высадку десанта через Днепр, чтобы комбинировать ударом с двух сторон, с севера и с запада, создать проблемы для российской группировки. Если будет возникать новый кризис, или возникнет новая угроза десанта, я не исключаю, что может возникнуть эта ситуация вокруг ЗАЭС. Еще раз. Это бомба замедленного действия. Сама ЗАЭС, история вокруг ЗАЭС, это переключатель конфликта. То есть, условно говоря, если случилась авария, акт терроризма, Россия, с одной стороны, может использовать для применения ядерного оружия, обвинив нас в ядерном терроризме, ну, например. А с другой стороны, если принято решение на эскалацию, с другой стороны, если решение на деэскалацию, то все мировое общество, все общество садится перед угрозой ядерной катастрофы, договаривается, начинает морозить конфликт. Требует перемирия, демилитаризации зон. То есть, это вот... Но мне что-то кажется больше второй вариант. Это 20-миллиардный такой переключатель, который может включить свет, может выключить свет в этом конфликте. Мне что-то кажется, что это больше второй вариант. Но опять-таки, это больше, да, это больше мо мнением. Возможно, да, ты прав, потому что так больше бы хотелось. Мы сейчас движемся по направлению к нескольким важным событиям. Саммит НАТО, и перед ним предваряет его, то есть, некий саммит относительно мирных инициатив и так далее. Вот давай по первому событию. То есть, какое вот финальное решение, в чем задумка, что мы получаем? Украина, понятно, двигает свой мирный план и все планы отсекает. То есть, и китайский в том числе, ну и тому подобное. Это уж остальные, там, где-то меньше под кальку или больше подписаны. Какое у тебя ощущение? То есть, какой выхлоп с этого? Если говорить о глобальном саммите мира, который планируется нашей стороной, предварительно, как мне сказали, с 2-го по 10-го июля, возможно, в Дании, она ей даже говорит, но я не ручаюсь за эту информацию, за непроверенную информацию. Наша задача, главное, во-первых, застолбить украинский план как основной для наработки других мирных планов. Что это означает? Украинский план потом может меняться, должен стать основой. Для того, чтобы выстраивать мирную модель в отношении Украины, наше руководство, обжегшись уже на Минских соглашениях, пытается в будущем контролировать процесс этих мирных переговоров таким образом. Во-вторых, если его поддержат на этом саммите, Украина вынесет его на голосование в ООН, что сделает невозможным голосование других планов, если его проголосует Генеральная Ассамблея ООН. Кроме того, этот план, поскольку он включает такие вопросы, как, например, репарации или наказание военных преступников, после голосования в ООН, Генеральная Ассамблея ООН, создать дополнительную правовую базу и для работы Международного уголовного суда, и для принятия решений в рамках национального законодательства отдельными странами по конфискации российских активов в 500 миллиардов долларов, которые должны быть направлены на восстановление Украины. Поэтому это такая целая стратегия. Ну, то есть, фактически застолбить за собой, как бы, условно говоря, план, который они потом могут уже корректироваться, создать правовую базу. Давай теперь с другой стороны. То есть, фактически, с мирными планами у нас уже кто? Президент Бразилии, Турция. 12 именно, я считаю, все эти страны. То есть, ну да, не будут... Мы на следующей неделе таблицу поставим сравнительный вареналит с мирных планами все. Ну, да, вот. То есть, если их все проанализировать, да, вот, условно говоря, взять там схожие различия, то есть, видно, что ты этим занимался. Две категории плановые существуют, по большому счету. Давай. План Украины и все остальные. Да, и все остальные. Почему? Какая разница? Все остальные предусматривают, например, компромиссную модель. То есть, взаимные уступки. План Украины предусматривают модель военного, тотально военного политического поражения России. Раз. И все остальные планы предусматривают сначала перемирия, потом переговоры. Украинский план требует сначала деоккупации, а потом переговоры. Давай тогда ко второй категории. То есть вот если проанализировать все эти планы, я их тоже внимательно все почитал, понятно, что они везде там превалируют, по сути, оставить статус-кво так, как вот сейчас есть, за ними территории, то есть они никуда отступать не собираются. Ну не совсем так. Во всех планах предусматриваются переговоры в отношении будущего. Но территории оставить такие, как они расступать никто не собирается. Украинский план предполагает, что они сначала освобождают, потом договариваемся. В этих планах, то есть даже, по-моему, с Южноафрикой они готовы даже выборы были провести. Хочу скажу приятную и неприятную вещь. То есть украинский план предусматривает декупацию всех территорий, но его реализация сохраняет угрозы украинской государственности. Ну это честно скажу. Потому что война будет продолжаться, и мы не знаем, как она закончится. Мы хотим, чтобы победила наше государство, наша армия, но мы не знаем, как она закончится. И никто не знает в мире. Вообще никто не знает в мире. Ни Путин, ни Зеленский не знают, как она закончится. Другие мирные планы предусматривают какой-то компенсационный пакет для России, но они в то же время предусматривают гарантию существования украинской государственности, которой в России придется признать дополнительно. Новым решением признать факт существования независимой украинской государственности. Только уже зная историю, насколько, как надолго этого... Вопрос стоит, не как надолго, тут это двуручный меч, потому что а как долго будет существовать Россия? Кто знает? Это тоже никто не знает, ни Путин, ни Байден. Да, Россия создана также 30 лет с хвостиком назад, современной Россией, как и Украина. А путинской России еще меньше. Дальше. Смотри, чтобы уже как бы додавить эту тему, вот все-таки, если проанализировать все эти планы, нет у тебя ощущения, что действительно они все вот схожи в том, что они хотят статус-кво по захваченным территориям, для них это там важно, наверное, имиджево там и так далее, и так далее. До какой вот красной черты они готовы откатиться? Это что, Крым или это... Оригинальный, кстати, африканский план, он не предусматривает статус по оккупированным территориям, он предусматривает компенсацию для России в виде смягчения санкций и снятия розыска с международного угла на суда. По территориям там нет слова, хотя я опираюсь на версию, которую опубликовала Reuters, я, может быть, там что-то другое, я в этой не курсе. Какие возможны линии компромисса? Какие линии компромисса, давай скажем, невозможны. Сегодня невозможный компромисс по территориальной целостности. То есть мы не признаем, мы никогда формально не согласимся, пока существует украинское государство, на передачу каких-либо территорий в состав России. Но, тут большое но, это не означает отсутствие возможности договариваться. Мы же договаривались с Россией после того, как она аннексировала Крым по Донбассу, правда же? То есть мы вынесли этот вопрос за рамки просто, он, может быть, вынесен за рамки. Ну, не мы его вынесли за рамки, это они его всегда пытались вынесли. Они выдали нам его, вырвали из наших рук, выдержали за рамки. Это их были усилия и попытки всячески его вывести за рамки. США, Советский Союз сотрудничает тоже много-много лет, несмотря на то, что США никогда не признавали советский статус балтийских стран. То есть таких прецедентов масса. То есть нет этой красной линии так, чтобы нас абсолютно. Нет, суверенитет, вопрос суверенитета. То есть мы не согласимся на модели, которые предусматривают формальные, еще раз подчеркиваю, формальные создания какой-то структуры, которая бы управляла бы Украиной. Было бы выше нашего суверенитета, выше президента, правительства, парламента. Наверное, нет. Да, давай идем дальше. Вот смотри, саммит НАТО, о котором сейчас тоже очень много разговоров, но я хотел бы на него зайти с Киссинджера. Киссинджер, если ты помнишь, сделал последнее, уже как бы, ну на данный момент последнее, после, или перед тем, как это праздновалось в 100-летие, сделал заявление по поводу того, что Украину надо принимать в НАТО. Это кардинально противоречит его более ранним позициям. И тут он говорит о том, что, ну вот, замен там Крым, то есть и так далее, и так далее. Это такая очень хитрая логика. Киссинджер не поменял свои позиции. Свой принцип не поменял. Я Киссинджера читаю с детства. То есть еще самый большой страх Киссинджера и этой части американского эстеблишмента, это Союз России и Китая. Сейчас он предлагает его, и снова же таки, не допустить, этот Союз России и Китая, путем принятия Украины в ЕС и НАТО, которая станет смирительной рубашкой для Украины. Потому что мы вас берем в НАТО, если вы не предложите войну. Если вы согласитесь на компромисс с Россией. Но там не совсем так. Там помнишь о том, что мы вас берем в НАТО, и территориально вы не сможете уже, условно говоря, решать свои вопросы самостоятельно. Да, да. То есть вы не сможете продолжать войну за оккупацию территории. И он это подводит. Потому что Путину это тоже выгодно, потому что так и по сути Украина... Это смирительная рубашка НАТО. Смирительная рубашка НАТО. И это предложение к России. То есть мы возьмем Украину в НАТО. Мы можем не будем размещать на нее территории оружие какого-то. Мы там с вами еще поговорим. Это гарантирован, что тебе что-то осталось? Да, тебе остается то, что ты самил укусить. Но ты не идешь в Китай. Какой-то, да, вот... Это очень... Ну не знаю, как я его должна называть. Это гениальный старик. Он и всегда был гениален. Слушай, сколько он на его книга по Китаю. Ты читал, знаешь... Не факт, что получится. Не факт. Ну, это серьезная проблема для нашего руководства. В чем... На таком тактическом уровне это трансформируется в заявление о Украине, что мы вас возьмем в ЕС НАТО, но после войны. Думайте. Заканчивайте войну, чтобы стать чем... Какое решение, как ты считаешь, может быть озвучено в Литве? Компенсационный пакет какой-то будет. Что это? То есть, что будет означать? Мы вас в НАТО сейчас не можем взять, но мы вас возьмем в НАТО, когда закончится война, может быть, без ПДЧ, без ЛДП... Зеленский четко говорит, я с ним согласен, как бы о том, что нет смысла ехать, если не будет однозначного решения. Но уже теперь... Это он говорил раньше. Сейчас президент говорит, что мы понимаем, что нас сейчас не возьмут в НАТО. То есть, по риторике... А что значит трансформируется в ПДЧ? Поясни еще раз. Мы вас возьмем в НАТО сразу после окончания войны, то есть четкое признание наших перспектив в НАТО и без ПДЧ, без перспективных условий и долгих дорог. И, во-вторых, возможно, новый какой-то пакет. Байден же сказал, что никаких смирительных условий. Ну, сколько Байдену осталось? Полтора года, максимум. Тем не менее, он озвучил позицию, что никаких ускорений для Украины не будет. То есть, это тоже позиция. Это тоже игра с Россией. Игра с Россией. Это игра с Россией, что мы вопрос не эскалируем, мы не педалируем ничего. Успокойтесь. То есть, в этой части. И ЕС тоже самое начало звучать. Хотя я не вижу никакой проблемы, чтобы принять Украину в ЕС прямо сейчас. Ну, в чем проблема? ЕС не оборонный союз. Он не защищает Украину своими мозгами. Не обязан. Почему нельзя допустить нас к правовому, к экономическому рынку европейского суда? Ты знаешь, я слышал версию, неоднократно даже читал о том, что нам как бы пытаются, может быть, подсунуть, в хорошем смысле, ЕС, как бы заменив его частично НАТО. Что мы вас больше пускаем в ЕС, но при этом про НАТО вы забываете. Но, опять-таки, это на уровне оценок, то есть людей, которые, вероятно, нам нужны гарантии безопасности и условия для восстановления хорошей жизни наших граждан. ЕС может обеспечить деньги. И ЕС может обеспечить правовую инфраструктуру восстановлению. ЕС есть опыт в этом плане, касаемо Балканских войн, например. А вот гарантии безопасности нам не согласны. Давай про гарантии безопасности. Вот, опять-таки, много же об этом сейчас говорят. США, Британия, Франция. Мы предоставим гарантии безопасности. Все поняли Будапештский меморандум, чем закончилось. Я очень хорошо помню на Минутинской конференции, которая предваряла войну, когда, по-моему, посол Германии сказал, что это соглашение не накладывает никаких обязательств на подписавшие его стороны. То есть, как после Будапештского меморандума закрепить гарантии, которые будут выполняться? Что-то за механизмы. Ты знаешь, я вообще в человеческой истории не знаю ни одних эффективных внешних гарантий безопасности. То есть, они или существовали, но их так никто не испытал, значит, классные гарантии. Или они существовали и их нарушили. В такое время Второй мировой войны. Польша обязалась Запад защищать. И что? Объявили войну Германии. То есть, Францию обязались защищать. Отправили экспедиционный корпус. Ну и что? Это помогло Франции. Все это нарушаемо. Вот когда мы говорим о гарантиях безопасности, реальных более-менее в современном мире, то эти гарантии всегда связаны с ядерными гарантиями, к сожалению. Сила Израиля не в том, что они получают 5 миллиардов долларов на оборону от США, а в ядерной бомбе. Иначе 5 миллиардов долларов США в год не помогло бы Израилю. То есть, сила Южной Кореи или Японии в свое время была не в том, что у них прямой оборонный союз США, а в том, что на их территории размещены американские военные базы, и на них было размещено ядерное оружие в период кризиса максимального, которое гарантировало им ядерную безопасность. Давайте перевернемся к Украине. То есть, внутренние гарантии безопасности или внешние и ядерные, или внутренние, как швейцарские. Давай в случае Украины. Какие гарантии безопасности, вот как ты считаешь, могут удовлетворить украинское общество, что они поверят, что действительно, да. То есть, мы видели начало войны. Все тихо сидели и ждали, в общем, чего-то ждали. Размещение постоянного миротворческого контингента стран-союзников на линии разграничения, чтобы через него можно было перескакивать. Размещение на нашей территории военных баз. Сколько было разговоров после 2014 года о размещении голубых кассок на территории разграничения? Заключение... Закончилось зерно. Ну, потому что война готовилась дальше. Война просчитывалась как лучший вариант. Заключение прямого оборонного соглашения или с НАТО как организацией, или с зательными членами НАТО, как США и Япония. Пример. Что мы совместно обороняемся в случае вторжения на нашу территорию. И ядерные гарантии. В случае войны с ядерным государством или угрозы нанесения по территории Украины ядерного удара, наш союзник обещает также, высказать, угрозу нанесения соответствующего удара. Или разместить на нашей территории ядерное оружие. Или позволение Украине восстановить ядерный статус. Что было бы еще более примечательно. Я думаю, что Зеленский, кстати, говорил об этом по Унамерхенской, опять-таки, той же конференции перед войной. Он использовал, что вот они хотят, мы сейчас их туда. Но в свое время, например, независимость Пакистана была гарантирована таким образом. Ну и Израиля в значительной мере. Это же были бедные страны. Мы понимаем, что оружие у них появилось не из-за высокого уровня развития их науки. Была воля предоставить им возможность получить такое оружие. Один из факторов, который не пускает Украину в НАТО, и так говорят многие военные эксперты, о том, что наши военные уже настолько хорошо как бы освоили стандартную военную технику и понимают, что здесь, условно говоря, войско миллионное, то есть самая, по сути, сильная армия на сегодняшний день в Европе. Поляки только собираются перейти через эту цифру, что многие побаиваются. То есть там разные геополитические есть, что Украина с Польшей могут стать альтернативным центром. Как ты считаешь, существует ли это красивое? Но нечестное. Вопрос честного ответа в том, что мы смотрим на НАТО как на большую армию европейскую. Но НАТО, прежде всего, это большая компания, большой рынок, где решаются вопросы лоббирования технических производителей военно-промышленного комплекса, перераспределение финансовых потоков в носах между членами. И когда Украина туда придет и получит такое же право вето, как Германия или США, много всего может... НАТО может жить по-другому. Вопрос в отношении того, как будет себя Украина вести внутри. Не приведет ли это к потере многих экономических интересов, которые есть, уже сформировались внутри самого блока. Механизмы управления, балансов между Западной Европой, Восточной Европой, Северной Америкой. Это все... Это сложные вопросы другого уровня. Конечно, никто не боится украинских сильных солдат. Там никто будет только приветствовать. Поверьте, вся Европа будет рада, если украинцы будут воевать за всю НАТО, куда будет необходимо. Ну, именно поэтому, если помнишь, где-то пару месяцев назад была публикация, по-моему, в американском издании. Они опросили с десяток экспертов, которые таким или иным образом имеют влияние на формирование внешнеполитических решений. И большинство из них высказалось, что Украина не должна быть в НАТО, но мы дадим ей все, чтобы это была очень сильная армия. В связи с этим вопрос. А философские украинцы, которые вот перед носом которых уже там, сколько, десятилетия крутят этим НАТО, по сути, мы понимаем, что НАТО не защитило на начале войны. Как бы не разочарует ли это общество в том, что у нас в очередной раз просто, ну, как бы, как они сказали, помнишь, это министр обороны Германии, мы приоткроем двери, да, через которые у нас нет. Это может разочаровать, если есть альтернатива. А где альтернатива сегодня? Мы как та сегодня мышь, которая бежит по туннелю, исследователя видит только где-то в конце свет, и не развернуться, не повернуть в этом туннеле, мы сегодня не можем. Да, моментами, особенно вот если посмотреть период там, 18-го, 19-го году, наблюдая уже усталость от того, что нас не берут въезд. Она электорально наблюдалась, по популярности политических сил разных. Но пока идет война, пока мы несем такие жертвы, несем этой войне, я думаю, что украинцы все равно не могут найти альтернативы. Да, есть альтернативы. Швейцария альтернатива, Китай предлагает другие альтернативы нам, но мы пока сегодня, мы настолько в эмоциональном, извинченном, мобилизованном состоянии, что мы, общество, мы как эксперты можем принять и подумать о них, а общество их переосмыслить не может. Необходимо для того, чтобы сделать вот такой поворот какой-то, перейти от НАТО к гарантии безопасности, от ЕС к высокому уровню жизни и восстановлению, нам необходимо менять общественный дискусс. Руслан, спасибо большое за исчерпывающие ответы. Руслан Бордник, политический эксперт, директор Украинского института политики. И, друзья, подписывайтесь на ресурсы медиаплатформы «Система», пишите свои вопросы, обязательно проверьте настройки, приходят ли вам уведомления. Всего доброго, пишите свои вопросы, счастливо. Спасибо, Руслан. Спасибо.